У меня такое ощущение, что года где-то полтора-два назад и год назад все марки опять меняли размерную линейку у себя. Вот у меня такое ощущение, или лекалы они меняли, потому что у меня такой был фокап с клиенткой, то есть я ей, знаешь, уже там года два ее одевала, и как обычно я все заказываю, и все просто по-дикому велико. Я понимаю, что что-то произошло. Да, потому что, например, если это американская одежда, у них размерная сетка вообще дикая, ужасно дикая. Переходим теперь к теме, что ты хотела бы скрыть, что подчеркнуть? Что скрыть, что подчеркнуть? Скрываю я ноги. Это не самая привлекательная моя часть. Пока я в зал не доберусь, поэтому ноги... То есть никаких мини? Никаких мини, мини я не ношу. Каким-нибудь образом талию подчеркнуть, потому что я такая, знаешь, чек. Ну, это не страшно. Мы талию... У меня талии вообще никогда не было. Мы подчеркиваем талию ремнем, когда она вот явно выражена. Либо мы тогда все делаем так, то есть мы делаем через многослойность идем, чтобы она была. Ну, как бы я смысла не вижу. Нафига тебе она, собственно. У меня там пальто, пальто мое, оно совершенно прямое, да, но оно, мне какая-то один танец, скажу, слышишь, где ты нашла этот мешок картошки? Дальше. Про эти твои, значит, карго-штаны. Ну, я, конечно, понимаю, если очень сильно хочется... Очень сильно хочется. Вот. Ты можешь их продолжать носить. Мне надо, чтобы ты их померила. Вот смотри, по какой причине ты не хочешь, например, носить мини? Мини? Да. В смысле, юбки? Да. Ну, потому что юбки это вообще не моя тема. Окей, если миди длина. Ну, просто юбки для меня... Ну, есть у меня платье. Окей, ты сейчас вот говорила, что ты хочешь скрыть ноги. Да. Почему? Да потому что у меня они. Ты понимаешь, что у тебя вот эти карманы на штанах, они прибавляют объем? Да, но, ну, как бы... Если очень хочется, если очень хочется, то мы... Я совершенно себе у юбки не нравлюсь. Мы можем оставить твои любимые штаны, карманы и все такое, но тогда нам надо тебя будет хотя бы на кроссовки с платформой, либо на конверсы с платформой поставить. Если очень хочется, как бы, то можно все. Просто нам надо будет смотреть по пропорциям. Почему такая любовь к карманам? Потому что я не люблю сумки. Да, есть ты в них их для функционала реально используешь? У меня телефон и ключи. Самое мое необходимое. Телефон плоско, ключей не сильно много, ну, то есть оно не сильно... Поясная сумка. Почему? Я ходила с бананкой, а мне не нравится, как оно. Они разные. Поясные сумки вообще самые разные есть. Такая же херня, только не на ногах, а это... Просто на ногах, знаешь, в том плане это не очень надежно. Если ты с ребенком, там, не знаю, бежала, присела, оно реально может выпрыгнуть. У меня все застегнуто. Ну, то есть у меня просто свободно болтающихся карманов у меня нет. Оно у меня всегда все плотно застегнуто. Причем я уже настолько, ну, приспособилась постоянно, что получилось, сразу закрыла. Меня поэтому это начинает задалбывать, потому что я постоянно открыла, закрыла, открыла, закрыла. Ну, это у меня в привычке, именно чтобы их закрывать всегда. Окей. Ну, смотри, для фрайтсайд я бы тебе предложила в плане хранения вещей либо рюкзак, либо поясную сумку. Вот у меня рюкзак. Покажи. Так, так как ты у нас, девчонка невысокая, слишком огромный рюкзак опасно. Но можно, этот нормально, но вообще можно и побольше. Померей мой, вот с которым я приехала. Да, да. Hello, how are you? I have new haircut. So, what are you going to order? Sushi. Sushi? So, our time? Ты куда ты хочешь заказать? I think in an hour. Is it okay? So, we can order now, so you will take some time, but sushi you can eat anytime. Yeah, we can order now, yeah. They won't. So, I will bring your computer, so you choose and place. Okay. Ну, вообще... Сильно большой? Нет. Нормальный? Вообще норм. У меня есть другой рюкзак, который спортивный, но он более такой узкий и высокий. Вот, он не сильно вместительный, но его я тоже использую периодически, потому что... Ну, вообще даже, вот, просто, знаешь, когда у тебя день, тебе надо, я не знаю, там, детские какие-то таскать игрушки, либо что-то там, да, по это самое... Ну, в общем, у меня всегда такой рюкзак полный. Вот, да, я думаю, ты понимаешь. Поэтому можно, вот, один там поменьше, другой, собственно, побольше. Вот, у этого не самые удобные лямки, вот, найти то, что с удобными лямками. Потому что этот, он такой, как бы, невместительный. Он маленький. Ну, у меня предыдущий рюкзак, он был немного больше, немножко шире, я в него, там, в полмагазина приносила, конечно, несмотря на то, что он был компактный. Вот, но просто, я не нашла то, что мне нравится, да, потому что, типа же, подкладка какая-то хреновая. Ну, я просто, знаешь, не вижу смысла вообще прикрывать попу, потому что в этой зоне у тебя все хорошо. У тебя, вот здесь все идет стройненько, потому что, знаешь, бывают вот эти уши там или что-то. У меня просто все нет, а то у меня все будет тонально. Их точно нет. То есть, тебе нужно вот эти соблюдать вертикали цвета. Вытянуть, да? То есть, грубо говоря, у тебя, смотри, например, там, темный какой-то, темно-серый с черным, да, то есть, чтобы вот так ты смотрелась, как единый блок цветовой. У меня, знаешь, что, вот не хватает верхних слоев, потому что вот как верхний слой получается либо такая, либо вот эта сосиска бежевая. Ну, давай попробуем это. Ну, вот у меня еще худи, да, худи мне нормальный. Ну, худи это такое, ну, это спортивное и это такое, с ребенком пойти гулять. Ну, вот сюда просто, не знаю, мне сильно нравится, как оно с бриджами, а не бриджами, а леггинсами. Почему? Тебе нормально? Да. В принципе, хотя вот здесь вот этот плит он как раз длинный, вытягивает. Ну, давай, тебя сфоткаю, ты потом посмотришь со стороны. Обязательно нужно простраивать на каких-то кожаных вещах, ну, это может быть искусственная кожа, но то, что, знаешь, вот так вот как-то брутально выглядит. Вот те же самые вот такого типа, ну, кожаные леггинсы черные, какая-то куртка, черная косуха. Только если это, ну, то есть, чтобы не блестяще. Ну, это прям must-have. У меня черная куртка вот эта, ну, я ее очень сильно хотела выбросить, она уж, по-моему, очень-очень плохо выглядит. Ну, вообще очень плохо выглядит. Я ее поносила два сезона, и она вообще никакая. Кожаная куртка для меня тоже must-have, вот, нужно найти, вот, хочу найти нормально. Нет, она тебе мала просто-напросто. Ну, как бы, хотя... Да мало ли что там рукава, ты попробуй застегнуть ее. Я ее застегиваю. Даже если ты ее застегнешь, это не значит, что она тебе не мала. Но это жутко мала. Это просто... Нет, так нельзя. Так, так нет. Нет, я ее только когда ее не носила. Иди сюда, давай покажемся. Вот это мала, да? Даже если она застегнулась, вот. Да, очень тесная. Вот, даже если она застегнулась, это называется мала. Сейчас не надо так. Да, сейчас так вообще нет. Поэтому я ее порывалась выбросить. Вот, я здесь на ней носила брошь, потом тут еще и кожа оттянулась, она такая, теперь уже... Ну, ты можешь, опять же, ее сфоткать, попытаться за сколько-то продать. У нее даже здесь вот эта вот бирка еще свежая, даже не затертая. Ну, вот, с этими крохотными шарфами вообще можно вытворять все, что угодно. Его можно даже вот так вот галстучком на шеи завязать. И все. И волосы. Ну, вот такой. А, вот смотри, здесь у нас есть красный. Ну, вот сейчас мы что-нибудь придумаем, может быть. Да, ты у нас спецфа. Платочный. Платочный маньяк. Да. Ну, он плотноват. Хотелось бы, конечно, на шелковое что-то. Вот. Ну, вот было бы интересно. Если какой-нибудь легенький такой шелковый шарфик или что-то в волосах. Было бы прикольно. Вот это вот круто. Мы это тоже, кстати. Ну, он тоже плотноватый. Да. Ну, вот это тоже, я думаю, пригодится нам. И в его волосы тоже. Угу. Ну, да. Да. Интересно. Ну, вот так. То есть, оно, видишь, не касается. И плюс здесь очень маленький. Да. Вот. Поэтому, как бы, серьги плюс вот шарфик. Вот так вот, допустимо. А если ты навязала какой-то сильно принтованный. Ну, такой еще, который плотный. И держит форму. И ты его вот навязала вот так. Душей. Ну, это просто некомфортно. Мне некомфортно, когда знаешь, что эти серьги постоянно, да, за что-то задевают. Я это со своим арафатом не дали. Ну, ты просто ставишь приоритет. То есть, если ты носишь свои украшения каждый день. Да. К примеру, серьги. К примеру, кольца. Да. То есть, ты ставишь это в приоритет. И мы это просто все прописываем, что каждый день на тебе серьги, на тебе кольца. Да. И все. И мы думаем, что нам с этим делать. Вот и все. Просто под это мы планируем. Так. Иди ко мне сюда, красота моя. Ну, тут, конечно, у тебя вырез. Надо ее, наверное, вот так. Да, ладно. Так. Я не знаю, нафига я ее купила. Ну, ее если только как нижний слой. Так. Ну, опять, вот смотри. У тебя карманы там, где ты хочешь ноги, я так понимаю, наоборот, стройнить. Да? У тебя карманы, которые вот это вот все и расширяют. Знаешь, это сейчас слишком, честно говоря, мягенько. Даже на каких-то там бизнес-делах и деловых переговорах я бы лучше так не выглядела. Потому что ты, знаешь, прям вот доброта душевная, вообще без границы, без характера, без всего. Так вот за ребенком пошла бы я в сад, там пофигу, да, как бы мягенькая мама такая пришла. Вот, а если какая-то бизнес-встреча, там все-таки нам нужен более-менее жесткий край и более-менее жесткие цвета. Вот, то есть нам однозначно нужен будет какой-то жакет, вот, потому что он дает плечо, дает вот этот здесь жесткий край. Потому что если какие-то деловые там переговоры, либо ты в кадре когда-либо выступаешь, все равно это должно быть что-то официальное. Вот, потому что вот это ты такая вся милашечка, добренькая девочка. Я же милашечка, правда. Нет, ну да, но это понятно, но для бизнеса нужно другое. Так, смотри, здесь у нас, в общем-то, с этим же успехом вот эта кофта была бы, как слои вот эта тоже. Вот, но фишка в том, что мы помним, да, что тебе вверх-вниз нужно примерно, чтобы он был одинаковой насыщенности. Да, это может быть темно-синий, темно-зеленый, да, но издалека ты будешь выглядеть как одно такое цветовое пятно, это будет вытягивать. Вот такого типа кофты я бы рекомендовала тоже как нижний слой. То есть у тебя, если ты хочешь полоску, да, ради бога пусть тебе будет полоска, но сверху, да, я бы добавила бы какой-то верхний слой, может быть, жакет, чтобы опять же оно вытянуло, да, потому что это все-таки расширяет. Либо, как я делала, например, со своими тельняшками, я просто отрезала вот эту горловину и носила вот то, что, да, ты постоянно делаешь, да, на одно плечо, чтобы сделать асимметрию. Да, там, где мы хотим, например, скорректировать, к примеру, мы там делаем асимметрию, потому что плечи я бы тебе не расширяла бы точно. Сейчас у тебя, вот обычно я не только меряю параметры, да, но я смотрю, иди сюда, я вот так на человека смотрю, да, вот здесь, грубо говоря, да, мы линию проводим, здесь мы линию проводим, здесь, да, по бедрам мы линию проводим. И сейчас у тебя в общем и целом все пропорционально, вот, поэтому я ничего вот не здесь бы не расширяла бы, не здесь бы не расширяла бы, просто спокойно соблюла бы все пропорции, которые есть. Принт, любая геометрия идет спокойно с любой геометрией. Да. Вот. Это даже не пошалить, это вообще в пределах нормы. Если бы у нас здесь были бы там цветы или леопард, вот это мы пошалили, а так, да, геометрия с геометрией, к тому же все в монохроме, это черно-белое, это черно-серое, да, можно сделать комплект, клетка с клеткой, тоже в монохроме, вполне можно. Ну, на самом деле я бы шарф выбрала поспокойнее, потому что у тебя здесь серьги активные, если ты хочешь внимания к серьгам, то вот этот принт, он просто все внимание берет на себя. Ну, то есть это самое контрастное цветовое сочетание, черный-белый, который только может быть, соответственно, это очень много внимания привлекает. То есть либо на серьги люди смотрят, либо на шарф, то есть ты каждый день решаешь. У меня тогда, если шарф, то тогда это кольца, но маникюр у меня синий остается. Ну, кстати, у тебя всегда синие ногти, то это нам тоже надо учесть. Да. Сорян, у меня руки холодные, не хочу тебя сильно вот это. А, вот так вот тут подиагонолить? Да, я хочу посмотреть. Просто некоторые вещи есть смысл обрезать прям вообще вот так, подиагональ. Знаешь, что прикольно? То, что сама вот эта линия, ну, то есть полоска, она-то все равно остается. Да, 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 то, что вот эта полоска пошла подиагональ. А тут именно то, что сама полоса, она диагональная. Угу. И вот очень классно. Тогда можешь, чтобы она у тебя всегда держалась, ты можешь вот так сделать. Сборку сделать. Вот, да, вот здесь, и вот это пришить, и оно у тебя просто вот, ну, там посмотришь. Здесь такая змея кожа, вот это прикольно. Либо с какими-то, ну, нет, акцентных пряжек я не делала бы, но какие-то ремни, вот, тоже можно добавить фактуру какую-то. Вообще не носишь? Ну, сейчас редко ношу, раньше я их очень часто носила. Это гладенький. Угу. Окей. Так, ну, все. Мне вот этот вот нравится топ, конечно. Мы можем его попробовать просто тоже вот с черными джинсами. Да, обязательно. Топ очень такой интересный. Можно, кстати, знаешь, что это топ под жакет. Ага. Вот такие вот интересные здесь вырезы. И вот здесь будет очень интересно, в портретной зоне. Угу. Иди ко мне. Может, она просто не маленькая? Она у тебя висела на вешалке, да? Она чуть-чуть у тебя... Нет, не висела вообще. Как будто... Я ее вчера только получила. Да? Ну, позавчера, да. И не одевала. Одел только померяла. Мне кажется, он просто маленький, нет? Ну, вообще, да, слишком, наверное, в оптику. Давай мы просто посмотрим, как это будет вместе. Что думаем? Вот. Ну, вот, другое дело. Ты комфортно себя чувствуешь, когда вот если total black? Очень. Мне как-то сказали, типа, Таня, что ты все время в черном? Надо что-нибудь, какие-нибудь цвета внедрять. Мне реально классно в черном. Если классно, то тогда не надо. Если, ну, там, с добавлением акцентом, но обязательно, чтобы с черным. Я вот просто моя любимая. Угу. Смотри, про вот этот вот сектор, то, что для... Съемок, там, инстаграм, контент и все прочее. Тебе нужно свои украшения, да, чтобы они выделялись, чем их носить и так далее. Значит, у тебя кольца, серьги. Броши, ордена. Кольца, кольца, серьги и чокеры. Угу. Ну, и браслеты тоже бывают. Браслеты. То есть, в основном портретная зона плюс руки. Да. В плане рук, знаешь, какая прикольная штука. Какие-то вещи с такими манжетами прикольными, красивыми. Да, вот манжеты. Это будет очень красиво. Особенно это, во-первых, оно у меня, перед тем, что будет приключаться с казанками, во-вторых, с этим, с готикой. Я искала себе черные манжеты. Какие, которые из этого, гипю, ну, как он называется, из рюши? Да, с этими рюшами. Вот, потому что, ну, вот такие. Да, вот такие вот манжеты, именно такие немного гипотические. Они есть съемные вообще отдельно, и это вообще круто. Я на съемки использовала такие, только белые. Вот, так что тебе можно таких манжетов, я не знаю, 2-3 комплекта, и плюс миксовать их там с разными пиджаками, там, рубашками, и уже будет разнообразие. Это плюс шипы, плюс вот это, и разные манжеты, блин, это реально очень прикольно. Да, да, да. Вот, и потом для портретной зоны, если ты только фоткаешь, серьги, например, только в серьгах, то это тоже можно, знаешь, такой вот воротник стойкой, он бывает разный, он бывает просто вот наспоренный, на блузе, например, да, либо, ну, вот, как манжет, но не настолько утрированно, такого типа. То есть он меньше, наверное, может быть. Да, будет тоже тебе сюда. А он не будет меня визуально тоже укорачивать шею? Смотри, какого цвета. Ну, мне кажется, просто, мне кажется, есть даже и белые, и черные, они будут иметь одинаковые. Ну, можно выбрать что-то поближе к цвету кожи, типа бежевые, розовые, вообще-то на пофиг. Да. Плюс я бы много чего бы добавила кожаного, вот. Там, например, тот же самый какой-нибудь корсет, что-то вот в таком духе. Франк как увидит, скажет, а что случилось? Если ты там записалась в клуб рокеров, или ты там записалась в клуб Готов, обязательно, мне обязательно что-нибудь такое скажет. Так как это капсула, да, это я буду вот это смотреть, все как пазл, чтобы все, каждый верх, каждый маниза, со всеми аксессуарами, в общем, ну, такой, короче, конструктор. Самый настоящий. У меня будет игра в лего, как это обычно бывает. И встретимся уже в следующей серии, да, будет у нас распаковка обязательно. Будет у нас примерка новых луков. И потом, как это обычно я делаю, как советую, и вообще на практике это все поняла, да, то есть резко на шпагат мы не садимся, резко растяжку мы не делаем, да, то есть у тебя сейчас вот такой гардероб, такой вот, да, стиль. Если я завтра тебя полностью одену в кожу, шипы, я не знаю, там какие-то рюши, да, то есть у тебя, ну, просто не состыковка будет, тебе будет тяжело. Поэтому мы плавненько переходим, да, то есть мы плавно будем внедрять... Тут будет не состыковка у моего парня, а не у меня. Да, 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 мужчина твой тоже должен привыкать. С мужчиной это очень тяжело. Дозированно. Очень тяжело. Вот, поэтому, да, мы аккуратненько переходим. Потом ты эти вещи носишь 2-3 месяца, и опять же сама там я тебя спрашиваю, либо ты мне там пишешь, это нашу чаще, это там, например, не носится, а вот хотела бы добавить то, ну, то есть такой фидбэк, и мы что-то дорабатываем, потому что сразу не бывает. Ну, и плюс это всегда Тузаман Арбайт, Тимбэк, вот, это всегда наша работа вместе, да, потому что мысли я не читаю, ну, иногда читаю. Вот, стилист не экстрасенсы, и поэтому нужно всё договариваться, объяснять, ну, и плюс пробовать мерить само собой. Я ещё тебя не спросила, хотела спросить, какая самая любимая вещь или вещи, и почему? То есть любимая это то, что прям вау, нравится, но ты можешь от не носить. И другой вопрос, что чаще всего носится? Два вопроса к тебе. Ну, что я чаще всего ношу, это свою ходи, с которой у меня, потому что она у меня самая тёплая самая. И, в принципе, даже при том, что это такой спортивный вариант, я под неё могу все свои жемчуга надеть. Угу. Так, вот это у нас самая часто носимая вещь. Окей. Какая самая любимая? Самая любимая? Ну, вот так, чтобы люблю-не могу. Да. Ну, какая-то, знаешь, она особая, она прям такая, именно про тебя, вот с которой ты не расстанешься. Я поняла уже, что там байкерские штаны твои, с чем ты не расстанешься, ни за что. И я точно не расстанусь с вот этим вот. Я хочу у себя реально вот на тракторной подошве красить нормальными шипами. С этим я точно не расстанусь. И со своими сильными, как бы, штанами. Синие карго-штаны. А их здесь нету, они в стирке, да. Окей. Вот. Они без замка, они без застежки, они просто на резинке. Да. Ну вот смотри, то есть, как обычно, самые любимые вещи, это какие-то очень характерные, да, у тебя вот эти ботинки, ботинки с шипами, да, например, байкерские штаны, то есть, это все у нас определенный стиль, собственно, про что и твой бренд, да, бунтарство, какая-то дерзость. Так, все, мои дорогие, на этом все, мы будем с вами прощаться, не знаю, насколько по времени получится в монтаже наш разбор. Поразбирали мы сегодня, Таня, гардероб, что-то мы составили луки, да, что-то мы там отложили, выкинуть, продать, да. Мы тут прописали, в общем, все, я все записала, да, дальше у нас будет уже, тоже наша с тобой, тимбэк, будем дальше простраивать новый гардероб. Скажи тоже пару слов, как тебе сегодня было со мной? Я понимала, что у меня в гардеробе просто полнейший трэш, но, в принципе, это то, что и происходит, когда ты, знаешь, не интересуешься, не вникаешь в тему, в принципе, вообще никак, вот, и поэтому, да, поэтому для меня это было очень долго ожидаемо, и я поняла, что это будет Божья, это мама, это я, не я, вот, мне на самом деле очень интересно, что в итоге получится, что ты мне там найдешь, вот, только я теперь боюсь, как бы мы с Машей не разозрались, мы кому-то все оборачивали, потому что я такая же, вот это вот носом туда, носом сюда, да, да не, не, я все понимаю, да, поэтому посмотрим, например, вот, если делать, знаешь, такие воротники, которые вот прям круглые, это съемные на плече, для меня это бабушка ставила, и все, и ты на меня это не оденешь, но это не совсем твое, вот, ну, это как бы один из примеров, там, я просто помню, когда мы с мамой в детстве ходили в магазин, она на меня наденет, как какие-нибудь юбки, знаешь, как эти, как памперсы, там, с вот этими турчачьими штуками, там, какие-то вот такие непонятные вещи, вот, и мы с ней вечно срались, потому что мне ничего не нравилось, то, что она не выбирала. Не, ну, во всяком случае, тут хорошо то, что я тебя знаю, вот, и я понимаю, уже примерно могу предугадать, что тебе понравится, что тебе нет, вот, единственное, Тебе надо идти? Франа, откроет? Может, Франу откроет. Единственное, что, то есть, некоторые моменты, да, я буду тебя заставлять, грубо говоря, что-то хотя бы померить, да, посмотреть, то есть, какие-то моменты будут, да, чего-то нового, то есть, тебе нужно будет, да, через себя, там, перешагнуть, хотя бы померить, попробовать, там, подумать, может, через какое-то время созреть, вот, но, как я уже говорила, то есть, никогда резко над человеком я не издеваюсь. Потому что так или иначе тебе смена стиля, грубо говоря, нужна. По сути, здесь стиля и нет. То есть, тебе просто довольно скучные, обычные вещи, некоторые устаревшие. Поэтому тебе нужен какой-то концепт, какая-то цельная картинка, какое-то оформление этого всего и действительно стиль. И действительно все со смыслом и актуально, чтобы было. И это вопрос, на самом деле, ни одного месяца и ни двух даже. И даже после первой примерки закупки не сразу все будет. То есть, это такой определенный путь, может на полгода, может на год. То есть, до каких-то вещей ты можешь дозреешь, до того же корсета какого-нибудь. Ты можешь... Ладно, все, я завершаю видео. Встретимся в следующих сериях. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Что-то вы подсмотрели, какие-то идеи, что-то интересное. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь. И до встречи в новых видео. И обязательно следите за обновлениями, что я подберу Таню. Какой стиль, что, как у нас будет проходить распаковка. И какие предложения, какое видение я выберу. Все, пока-пока. Пока, мои дорогие. До новых скорых встреч. Так, мой лук дня. У меня здесь динозаврик, солнышко. Ты заметила, кстати, что у меня здесь солнышки и здесь солнышко. Да, заметила. И мой супер любимый, супер, короче, дрянный свитер. Все, мы у Тани разобрали гардероб. Все, теперь мы счастливые. Нас ждут суши. Да, мои суши. У нас обед, да, показала вам мой лук. Ну, раздаем человека. Это динозаврик. Вот такой. Чего мне все рассказывать? Кто я? Это, знаешь, это какие-то блюперсы. Блин, а не видно моей дранины? У меня здесь вот какой-нибудь у меня вот такой крутой свитер. Это, знаешь, это на видео, когда делают, переключают на монохром какой-нибудь Да, я так и делаю вот это вот. Там все закадриваю эту чушь. Тушь сейчас потечет. Хватит, држать. Давай, говори, кто ты. И по ходу дела я буду задавать Тане вопросы. Ну, я и так что-то знаю, но что-то, да, буду еще себя спрашивать. Я думаю, мы еще что-то расскажем просто, чтобы люди понимали. Да, потому что ты, конечно, молодец, что ты это знаешь. Я это имела в виду, да, что мы что-то расскажем, да, то, что я знаю, я никому не скажу. Я сама еще ничего не видела, поэтому у нас с тобой будет такая настоящая, реальная реакция. Я выбираю сама, да, какая я змея сегодня. Мне нравится. Мне нравится. Ну, я рада. На мои черные джинсы. Это реальная тема. Ну, это ко всему. Все у нас? А, нет, не все. О, хо-хо-хо. Это шарф. Нет, нет, это не шарф. Вот так, что вот у тебя рыбалкин здесь. Вверх у нее как куртка-рубашка, очень приятная прострочка и очень приятный оттенок зеленого. Такую можно брать любой ценовой категории, абсолютно спокойно, идеальный размер, идеальная форма. Пока они сотрются в прах, из моды не выйдет ну, никогда.